Иногда меня спрашивают, Инна, вы где такие истории находите? Что не ролик, то триллер. Но мы не ищем их, а сталкиваемся с этим изо дня в день. Порой совершенно случайно, как и в этот раз. Их сценарий пишут сами люди своими скотскими поступками, которые оставляют глубокие шрамы на сердце несчастных животных, которых оказывается некому защитить даже от их собственных хозяев. Это Линда, ей 5 лет, шикарная дрессированная собака породы лабрадор. Добрая и веселая шоколадка с необычайно красивыми и умными глазами. Собака активная, подвижная, как и полагается любому здоровому животному. Но если мы все эти качества называем плюсами, то для ее родной хозяйки это стало поводом убить ненавистную питомицу. Целую неделю хозяйка Линда бивала пороги московских ветклиник с требованием расправиться с ее собакой. Но надо отдать должное столичным врачам, которые посылали даму куда подальше. Показаний нет. Тебя надо повернуть. Иди сюда. Стоять? А команда знаете? Ну-ка сидеть. Молодец. Дай лапу. А лежать? Лежать умеешь? Да ты какая умничка! Да что, правда что ли? Ты все знаешь? Рука. Гуляем. Не-не-не, не гулять. Сидеть? Молодец. Лежать тоже знаешь? Да, лежать. Молодец. А что еще переворот там какой-нибудь, знаешь? Кувырок. Ох. А люди помады утромят голову. Но вместо того, чтобы успокоиться, неугомонная дама вроде бы даже нашла человека, который готов застрелить ее лабрадора. Она объясняла свое поведение тем, что Линда слишком активна, что ее тяжело удержать. Еще цитирую, она подбрасывает в игре маленьких собачек. Вот так вот здоровая активность животного стала поводом не просто для предательства, а для настоящего зверства. Узнав от своего ветеринара эту жуткую историю, мы решили спасти собачке жизнь. Хозяйку нашли и попросили ее написать отказ от собаки. Что она и сделала с огромным удовольствием и без капли сожаления. Хотя у нас у самих уже, как вы знаете, перебор. Уходя, хозяйка даже не обернулась, ей плевать, что будет дальше. Свободных мест в клинике уже нет, поэтому она вынуждена сидеть в клетке. Но это, конечно же, лучше, чем быть убитой. Теперь Линда сирота, такая же несчастная и одинокая, как и другие наши спасеныши. В этой жизни у нее не осталось совсем ничего, кроме воспоминаний о доме, который когда-то считала своим. Пока мы оплачиваем Линде пребывание в стационаре, но и там нас тоже не смогут держать постоянно. Поэтому, друзья, мы срочно ищем семью для этой шикарной собачки. Линда находится в Раменском, это Подмосковье. Вы можете приехать и познакомиться с ней лично. Звоните.